МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Александр Лукашенко становчиво оценивает уклад Германии в нормализацию относину Беларуси с Европейским Союзом. Про это ишла размова сегодня у Палаца Незалежности на встрече с послом этой краины. Петер Детмар завершает свою дипломатичную миссию. Это подстава оценить двубоковые отношения с пункту гляджения и экономики, и политики. Задача любого керавника посольства – сделать так, чтобы сопротивление между государствами стало больше интенсивным. В последние годы в отношениях официального Минска и Берлина означает сапрекметная активизация контактов, особенно на политическом узровне. Беларусский президент позитивно оценил деятельность представника официального Берлина. Господин посол очень внимательно наблюдал за вашей миссией в Беларуси. И не только потому, что Германия – крупнейшая экономика мира, не только потому, что Германия – это значимое государство на нашей планете, но еще и потому, что фигура посла очень интересная. И отношения ваши к Беларуси весьма позитивные, несмотря на то, что вы посол и у вас есть определенные колея, рамки. За период вашей миссии в Беларуси произошли значительные изменения во взаимоотношениях не только Беларуси с Германией, что выражается в товарообороте. А товарооборот по прошлому году свыше 3 миллиардов 300 миллионов долларов. Прежде всего, позвольте поблагодарить за эту возможность сегодня встретиться. И я благодарю за доверие, которое вы оказывали на протяжении всей моей деятельности. Я согласен, что отношения между странами за последние 4 года развиваются очень динамично. Германия выходит в пятерку наших ключевых партнеров. За последние годы, правда, наметился уздым в галине экономического сопротивления Минска и Берлина. Прыкметно повеличились инвестиции с Германией в беларускую экономику. Серьезные компании створяют в нашей стране свое вытворное плясо, киотым веку в индустриальном парке «Великий камень». Германский концерн «Дуйспорт» – логистический оператор наибойнейшего речного порта Европы – вошел в склад акционеров компании по развитию парку. В Беларуси зарегистровано больше за 300 предприемствах с отделом германского капитала – головным чином в промысловости, транспорте, АПК и гандле. А маль сотню представництвов открыли у нас немецкие фирмы. Трити дни засталося до завершения учебного года 2018-2019. Разом с тем и до начала уступной кампании. Все лето в регионе у школы заканчивают 8 240 11-ти классников. Перед выбором дальнейшего шляха стоять так же свыше 13 9-ти классников. Тема протягнула Евгения Кухаронак. Випускники 9-ти классов сегодня мают махчимость поступить в гимназии, 4 ліцеи в області, Гомельское кадетское училище и середняя специальна научная установка региона. Для ГЭТГа необходимо сдать уступные испыты эти экзамены. Можно так же протягнуть в учебу на третьей ступени навучения в родных школах и гимназиях. До речи, и выпускники 11-ти классов сегодня проявляют интересы до працивных специальностей. Не редко для протягива учебы они выбирают в колледжи. Однако, все ж таки, первоважная большинство с пробоя поступить у ВНУ. Что же касается проведения централизованного тестирования, то такие же остаются требования, как и раньше. Можно будет сдавать по четырем предметам централизованное тестирование. Выбор остается за ребятами. Результаты централизованного тестирования мы впервые будем получать по новому подсчету. И какой эффект будет этот подсчет ЦТ, мы не знаем. Потому что это проводится впервые, но делается это для того, чтобы была прозрачность, объективность оценки. А вось поступлению навучальную установу выпускников детячих садков будет житовляться без усиляких выпробований. Усих и кожных очагают в школах и гимназиях по месту жихарства. Плануется, что первоклассниками селят и станет около 17 тысяч детей. Правила приема сегодня очень простые. Там, где учащийся живет, он закреплен за школой, за гимназией. И в соответствии с порядком поступления в общепрозывательное учреждение подают заявление в июне месяце, с 12 июня родители по месту жительства. Если в гимназиях, закрепленных за микрорайонами, есть свободные места, то на эти свободные места могут рассчитывать и другие жители других микрорайонов в порядке очередности поданных заявлений. Никаких вступительных испытаний, никаких тестов, экзаменов, проверок в первые классы не будет и не должно быть. В управление эдукации Гомельска-Хаблова Канкама часто поступают звонки от батьков четвертоклассников. Звычайно, гучать питания об правилах залечения детей в пятый класс гимназии. Даже несмотря на то, что ребенок, который поступал ранее, не относится к микрорайону, но учится в четвертом классе гимназии, он будет со своим классом переходить в пятый класс без всяких вступительных испытаний. Иногда родители задают вопрос, а что за контрольные работы пишут? Это обычные контрольные работы, которые пишутся по итогам учебного года, проверяются качество знаний за год. И это никак не связано с зачислением учащихся в гимназии четвертых классов в пятый класс. Евгения Кухарона, Кихар Марышченко, телерадио «Кампания Гомель». Опошние звонки прохудшатся в Украине 30 мая. В этот же день пройдет однайменная республиканская урочистость. Лепшие выпускники школ и гимназий из всей Беларуси съедутся в Оршу. На свято запрошены так само 111-классников из Гомельской области. На 8 червяня запланованы выпускные вечеры. В этом году в Гомеле открыется лыжа-роллерная трасса. Конкретные термины по кольне огучиваются, но в планах областного управления спорта и туризма проведение на этой трассе Женевинского Кубка Беларуси по биатлоне. С проектом ознайомился Олег Сентюров. Институт Гомель-Громадян проект установил с великим практичным опытом сяротопочных распроцовок комплекс будинков областной детящей больницы лыжа-роллерную трассу по проекте института бы давали так само, а ли было годов 10 лет назад в Жлобине. Перед початком распроцовки лыжа-роллерной трассы в институте ознайомился с проектами, які уже реализованы у инжных областных центров Беларуси. Наш вариант оказался не только функциональным, а и экономичным. Справа у тем, что трасса будет находиться к вислярного канала, что дозволить робить при необходности снежное покрово с минимальными затратами. У некоторых городах для ГТМЭТа вы решили выкористовывать воду со сведровин. У ВЫНИКУЧАГО эксплуатация оказалась весьма затратной. Причим, только непосредственно трассой, яка будет находиться к вислярной базе по улице Лугавая, у Гомеля вы решили не обмежевываться. Проектом предусматривается строительство самой лыжа-роллерной трассы дистанции 1 км и возможность различных дистанций других формировать кратно 500 метров. Плюс у нас организован биатлонный стадион, это полуоткрытый биатлонный тир на 24 стрелковых места, дистанция стрельбы 50 метров. Плюс трибуны, вакс-кабины для переодевания, хранения инвентаря и так далее. И система искусственного оснеживания. А прочатого на лыжа-роллерной трассе будет установлена система видеоназирания, которая позволит сделать ее эксплуатацию более безопасной. При том, что крыстаца трассы смогутся к звычайному мячанию, для яких организуют прикат лыж, так и спортсмены. У первую чергу размыва идея о биатлонистах, причем маяцинова, как организация тренировочного процесса, так и проведение споборницов областного и республиканского узровнев. Город Гомель уже заслужил непосредственно вот именно такую трассу, потому что и отделение биатлона показывает неплохие результаты, и набор у нас хороший, и постоянная передача в высшее звено в училище и Новополоцкое, и Витебское биатлонистов. Поэтому ребятам надо своя территория, свое место для тренировок. И это место будет ничуть не хуже, чем другие лыжа-роллерные трассы. Олег Семтеров, Георген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Проездные отримали новый выгляд. До своего 75-годового юбилея Гомель Абл Аутотранс запускает в реализацию билеты обновленного узора. Набыть их можно будет с завтрашнего дня. Деяничать новые проездные начнут с 1-го червяня. Новые бланки выполнены на папиры с водяными знаками, смешают надпис «75» и логотип Гомель Абл Аутотранса. Так само на билете присутничает широких инших ступеней обороны. Вот им лекуют с выкористанием специальной фарбы, которая иллюминистирует под уздень ультрафиолетовых промянел. На думку перевозчиков, это дозволит позбегче выпадков подробки проездных билетов. По анализу увидели, что у нас снижается реализация проездных билетов, причем многоразового пользования, так и разового. И, как уже последний был звоночек, то, что мы начали обнаруживать билеты поддельные, которые, в принципе, было невозможно отличить от настоящих. То есть те степени защиты, которые у них были, они были устаревшего образца, и, ну, не знаю, эти люди, которые этим занимаются, они легко это обходили. Сегодня мы эти новые банки реализовали, они уже имеют дополнительные степени защиты, их практически невозможно подделать. И мы надеемся на то, что наша выручка, собственно, которую мы получаем, она увеличится. В будущем новые проездные заявятся у Мазыры, Жлобини, Светлогорску и Рычицы. Заборона на наведывание лесов снята у четырех областях Беларуси – Гомельской, Могилевской, Витебской и Минской. Как и значили у пресс-службе Министерства лесной господарки, пожаронебеспечная обстановка у лесным фонде стабилизовалась. Обмежевания покульденничают у 20 районах. Нагадаем, решения по уведению и знятию забороны на наведывание лесов приимаются мясовыми органами улады по ходайнице лесогаспадарших установ або районных отделов по надзвычайных ситуациях. На сайте Минлясгаса размещена интерактивная карта, по которой можно отсочивать снятие обмежеваний у своем регионе. Карта оперативно обновляется. Супер-идея. Миновіто так охарактеризовали чемпионат стартап-проекта «Молодь и предпринимательства», який урочисто откроется завтра члену жюри з Молдовы. Международный форум у 11-й раз пройдет в Белорусском Гандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией. Чемпионат збере студентскую молодь з Белоруссии, Расии, Украины, Казахстана и Грузии. Для презентации своих проектов около 170 хлопцев и девчат с 30 установ адукации и культуры объединяются у 58 стартап-команд. МИП-чемпионат – ключовая подея «Тыдня предпринимательства», який стартовал у ВНУ. Сегодня с этой нагоды в университете пройшло несколько мероприемств. Это семинар по обмене опытом развития и поддержки молодежного предпринимательства во установах адукации и с устреча с молдавскими бизнесменами. Главное не то, что там они расскажут, а как они будут рассказывать. Потому что это, наверное, 90-10%, ну 80 на 20, наверное, может быть. Потому что они в дальнейшем это качество поможет им убедить потенциальных партнеров по бизнесу, потенциальных работников, наемных работников и так далее. Поэтому желаю уверенности. Чемпионат молодежи предпринимательства «Пляцовка», где молодь с активной житевой позиции может презентовать себе и свою деятельность с мытой працевладкований по шоку инвестора для проектов. Их потенциал оценить представники бизнес-супольности. Увазе журы у дельники пропонуют уже реализованные студентские проекты, а так само свежие бизнес-идеи. В Гомельском державном университете имя Франциска Скарына сегодня стартовал «Тый день интернациональной дружбы» «ИнтерГДУ». Йон объединяет замежных студентов из всех войны в области. Головными мероприемствами «Тый день» станут Олимпиада по русской мове, межвузовский турнир по мини-футболе, конкурс «Анука, хлопцы» и интеллектуальная викторина «Беларусь на карте света». Студенты представят культуру и традиции своих краин, проведут дегустацию страу национальных кухни и майстер-классы. Завершить фестиваль «Великий галоконцерт». Удельники презентуют в своей краине простые терроризованные постановки, хореографичные и вокальные номеры. Лепших отзначать узнагородами. «Тый день» «Интернациональной дружбы» проводится в университете у сёмый раз. Только у ГТВНУ зараз научаются больше за тысячу замежных студентов из 18 стран. В областном центре завершился чемпионат Европы по интеллектуальных гульнях сярод-навученцев. У им приняли удел 37 команд из Беларуси, России, Украины, Латвии и Литвы. Спаборничество проходило в 13-й раз на базе областных палацотворческих детей и молодых и Громадско-культурных центров. Открыли мероприемства традиционные клятвы в сумленной гульни и розыгрыш Кубка сборных. Далее юные интеллектуалы на протягу трех дней спаборничали в штуде Калли, командной своей гульни и брейн-рингу. В вынику Малый Кубок отримала московская команда четверо детей плюс еще четверо детей. Беликий Кубок отправился в Лицей Беларусского Державного Університета разом с командой Дыхайте. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Начнем с печальной новости. Сегодня утром в Гомеле выпав из окна многоэтажки насмерть разбился трехлетний ребенок. Это произошло около 9 утра на улице Макайонка. Ребенок выпал из окна квартиры расположенной на седьмом этаже. Мальчик проживал с бабушкой и дедушкой. На момент ЧП он находился в комнате один. Москитной сетки на окне не было, но, как утверждают следователи, две створки рамы оказались открытыми и малыш упал вниз на бетон. По каким причинам это произошло, выясняет следственно-оперативная группа. Мама погибшего ребенка проживала от семьи отдельно. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники Гомельского городского отдела Следственного комитета проводят по данному факту проверку, по итогам которой будет принято уже окончательно протестуальное решение. Сотрудники Следственного комитета еще раз призывают родители, а также лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетних, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра вблизи потенциально опасных объектов, в том числе открытых окон, водоемов, строительных площадок. Накануне областной центр принял удар стихии. Затопленными оказались центральные улицы Гомеля. Мощный ливень, который выборочно накрыл город, стал причиной затора транспорта на улице Советской. Вот такие фотографии появились в социальных сетях уже в первые минуты после разгула стихии. Коллекторные решетки не справлялись с потоком ливневых вод. Они затопили даже газоны и тротуары. Возле Гомельского университета имени Франциска Скорины полностью парализовалось автомобильное движение. Но обошлось без происшествий. Сотрудники МЧС оказались на пожаре вовремя и спасли двух человек. Огнеборцы поделились видеокадрами ликвидации возгорания в одном из гомельских общежитий на улице Советской. Горели две комнаты на 11 этаже. Чтобы добраться до очага возгорания спасателям понадобилась спецтехника. Из горящих комнат огнеборцы спасли двух женщин, которые потом были госпитализированы. Также помощь медиков была оказана и двум жильцам из соседних квартир. Пострадавших вовремя обнаружили спасатели. Также самостоятельно эвакуировались из горящего этажа и вышележащего этажа 35 человек. Из них пятеро детей. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия неосторожное обращение с огнем при курении. А это трогательная история спасения из города Ветки. Там пожарные вернули в гнездо выпавших из него совят. За помощью обратились неравнодушные туристы, которые увидели, что птенцы, занесенные в Красную книгу, могут погибнуть. Как рассказали в МЧС, в перечине услуг, оказываемых спасателями, это не входит. Но именно в тот момент неподалеку проходили учения и после их окончания спасатели прибыли к месту вызова, после чего благополучно вернули совят обратно в гнездо. Для этого пришлось воспользоваться автоподъемником. В суд передано уголовное дело о группе наркоторговцев, которые возили растворенный в вине кокаин. Преступников задержали еще в мае прошлого года, когда в пункте пропуска Новая Гута на легковом автомобиле они попытались провести товар через границу. На видео задержание двух мужчин, которые растворили в вине кокаин и разлили чудо-напиток по бутылкам. Сотрудники таможни заподозрили неладное и провели задержание. Как потом оказалось, это была целая наркосеть, состоящая из мужчин и женщин. Организовал ее выходец из Украины, который проживал в Доминикане и именно оттуда, используя подставных туристов, поставлял кокаин. Через страны Европы, Украину и Беларусь его везли в Россию. Там находили потребителей. В число наркоторговцев входили и шесть уроженцев одной из деревень Гомельского района. Браконьерство в период нереста, новые факты, старые методы. На реке Припять около деревни Балажевич двое мужчин выловили сетями 95 килограммов рыбы, чем причинили ущерб на сумму в 17 тысяч белорусских рублей. А в Лоевском районе местный житель незаконно порыбачил подъемником. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 120 базовых величин. Мужчина наловил рыбы с использованием запрещенных орудий рыболовства в затоне реки Днепр около деревни Чаплин. Напомним, что в периоды нереста ущерб, причиненный браконьерскими действиями, подсчитывается в трехратном размере. Хотелось бы напомнить любителям рыбалки, что запрет на осуществление лова рыбы продолжается до 18 мая включительно. С 19 мая уже можно осуществлять добычу рыбы в общем порядке. Также на сегодняшний день продолжает действовать акция по добровольной сдаче сетей вплоть до 18 мая. Граждане могут добровольно сдать запрещенное орудие рыболовства и избежать ответственности за незаконное хранение сетей. Таков обзор происшествий за выходные. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Егор Трухан стал победителем юниорского Кубка Европы под дзюдо. Турнир проходил в литовском Каунасе. Гомельчанин стал сильнейшим в весовой категории до 73 килограммов. На пути к золоту Егор Трухан одержал 5 побед. Также медали в копилку белорусской сборной принесли Руслан Головач и Иван Дубина. У обоих серебро. Гомель терпит четвертое поражение к ряду, а Мозырская Славия умудряется растерять преимущество в три гола и все равно победить. В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу сыгран седьмой тур. Мозыряне знатно потрепали нервы своим болельщикам. В домашнем поединке против Минска по истечению часа игрового времени Славия комфортно вела в счете 3-0. Слюсар, Мельников и Чухлей отличились точными ударами. Дело шло к победе хозяев, однако Минчане не сдались и выдали камбэк в лучших традициях полуфиналов Лиги чемпионов нынешнего сезона. С 87-й по 91-ю минуту мяч трижды побывал в хозяйских воротах. К счастью для Полишуков, этот триллер завершился в их пользу. На шестой добавленной минуте Ковалевский то ли плечом, то ли головой переправил навес партнера по команде ворота Минска. 4-3 победа Славии. Гомель на выезде уступил столичному Динамо 1-3. Единственный гол у зелено-белых на счету Квашука. У минчан отличились Данила, Дьяков и Яхая. Четвертое к ряду поражение Гомеля и десятое место в турнирной таблице. Славия на девятой строке. В первой лиге футбольного чемпионата страны сыграны матчи пятого тура. В областном дерби Речицкий спутник обыграл Светлогорский Химик 3-0 и занимает в турнирной таблице четвертое место. Гомельский локомотив благодаря точному удару Маркова на четвертой добавленной минуте победил Оршу 1-0. Железнодорожники на второй строке лидируют после пяти туров Смолевичи. В Гомеле состоялся региональный этап чемпионата Беларуси по баскетболу 3 на 3. За право отправиться на республиканский финал сражались 16 команд. В женской части турнира победу оспаривали четыре дружины. По итогам кругового турнира лучшей стала команда СОШ-1 в составе Анны Дишкуновой, Марианны Величко, Ксении Давыдовой и Светланы Костеренко. Девушки представят регион в финале. Соискателей наград у мужчин было куда больше 12 дружин. По итогам группового этапа определились пары плей-офф. Через сито из команды Росэнергоатом из Минска и Юго-Восток из Гомеля. Решающий поединок остался за Минчанами. Однако представлять нашу область в главных матчах чемпионата Беларуси будет Юго-Восток. В составе Евгения Рыбкина, Алексея Ковалева, Егора Дудова и Тимофея Веревкина. Финал состоится 16 июня на Половой арене. Именно эта площадка примет поединки баскетбольного турнира 3 на 3 вторых европейских игр. 3 на 3 это современный вид разновидности баскетбола. Гораздо более динамичный, гораздо более интенсивный, более контактный. И он нравится зрителям, нравится игрокам, нравится телевидению. Поэтому он имеет очень большие перспективы. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин